В доме Мечудовых идут пусконаладочные работы. К Новому году жители улицы Донская и Антрацитовая получили прекрасный подарок. В их дома пришел газ. Но длилась газовая эпопея почти два года. Два года назад жители наших улиц Донская, Пархоменко, Волька, Антрацитовая решили за свой счет полностью 100% провести газификацию. Два года назад мы выбрали подрядчика. Пока проектно-смертная документация готовилась, съемка делалась, ставили стойки. Время два года и протянулось. И вот буквально неделю назад у нас в трубе появился долгожданный газ. Мы несказанно рады этому. Со стороны подрядчика, да, некоторые такие моменты возникали по срокам. Они назначались одни сроки, потом переносились несколько раз. Ну, в результате чего мы вынуждены были как бы попросить заместителя главы администрации Михаила Владимировича Солоницына принять участие, посодействовать нам в решении скорее пустить нам газ. Ну, Михаил Владимирович нам не отказал. Огромное спасибо ему за это. Ну вот, я думаю, если бы не его поддержка, мы бы еще были бы без газа. Подключение газа не дешевое дело. Каждой семье голубое топливо обошлось в сумму от 100 до 200 тысяч. Но сегодня это уже не так страшно, ведь теперь жители улиц Донской и Андроцитовой забудут про уголь, про электрические обогреватели и в эти морозные дни живут в тепле. Так получилось, что я первый, кто был врезан в эту магистраль. Очень, вот, конечно, сравнивать с углем это невозможно, потому что, ну, во-первых, это в любом случае будет дешевле, во-вторых, это совершенно другой уровень комфорта, это нет этого грязи, нет этого мусора, не нужно таскать этот уголь. Для меня это очень важно. Я инвалид, поэтому, и у меня бабушка, она не может этим заниматься. Для нас это очень тяжело. И опять же, ну, углем топить, какая бы она ни была печка, весь дом протопить невозможно. Поэтому для нас газ это очень важно. Наша жизнь изменилась кардинально. С появлением газа это просто необыкновенное счастье. Вот, как уже сказали мои соседи, сравнить с углем это просто невозможно. Исчезли грязь и волокита, бегать в угольник за углем и так далее, и так далее. Куча преимуществ с газом. Сколько мы провозились, как тяжело нам этот газ достался, это строительство газопровода. Тут, конечно, уже хотелось бы все это позабыть. И, наверное, все-таки сказать слова благодарности в адрес заместителя главы администрации города Новошахтинска Солоницына Михаила Владимировича. И, наверное, все-таки сказать спасибо работникам Горгаза в лице Трифонова, которые чутко отнеслись к нашей проблеме. И как только мы явились в Горгаз, они также сразу послали бригаду работников. И мы были в один день подключены. Ну, спасибо им огромное. Удачи в делах и так далее. А мы просто в Новом году будем, наверное, еще более счастливы. Всех с наступающим Новым годом!